Последствия блокады в зоне АТО. Остановился Днепродзержинский медкомбинат. Причина прекращения поставок кокса. Что будет дальше с предприятием и какова судьба 12 тысяч сотрудников завода? Все в нашем следующем материале. Впервые с 1941 года на ДМК остановлено все оборудование, домны и машины непрерывного литья заготовок. Дмитрий работает на комбинате почти 15 лет. Признается, тишина в цехах, пугает. Металлургов тревожит вопрос, чем завтра кормить семью. Супруга тоже работает, но основной доход приходит с ДМК. В связи с остановкой никаких премий, надбавок ждать не приходится. 30 марта вышел приказ гендиректора начать горячую консервацию агрегатов. Пока на заводе стараются не допускать массовых увольнений, в отпуск людей еще не отправляют. Однако теперь заводчане займутся не выплавкой металла, а уборкой территории. Горячая консервация – это остановка основных технологических агрегатов, безопасная остановка с возможностью дальнейшего ввода их в эксплуатацию. Основным поставщиком КОКСа был Алчевский металлургический комбинат, который остался на неподконтрольной территории, но продолжал поставлять сырье. Из-за блокады поставки из Алчевска прекратились. У нас были балансированные поставки с нашего партнера Алчевского металлургического комбината. Сегодня мы не имеем этой возможности ввиду отсутствия товарных поставок с той стороны. Альтернативный поставщик КОКСа из России извинтил цену вдвое до 325 долларов за тонну и требует предоплату. Но платить за сырье по такой цене нерентабельно, да и нечем. В дирекции ДМК заявили, государство не возвращает комбинату НДС. Сумма набежала немаленько, почти полтора миллиарда гривен. Завод – градообразующий предприятие, поэтому неминуемо. От остановки завода пострадает город, говорят в мэрии Каменского. Это больше 300 миллионов в месяц податки, которые получает наш бюджет от ДМК. Это зарплата бюджетников, это ремонт дорог, школ, освещение, зарплата лекарей, вчителей. Насколько длительным будет, простой никто не берется сказать. Сегодня на сессии Горсовета депутаты приняли обращение к Кабинету министров Украины. Просит урегулировать вопросы поставки сырья и возврата НДС заводчанам. Иначе жители останутся без работы и зарплат. Елена Медрюк, Евгений Конецов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область.